всем огромный привет спасибо что сегодня заглянули ко мне на кухню приготовлю потрясающее быстрое приготовление блюдо из вот таких недорогих куриных шеек я его ем у нас дома 1 поэтому мне больше достанется постараюсь приготовить вкусно и вам показать может быть кому-то тоже понравится кто-то купит приготовит для себя я купила килограмм таких шеек всего за 69 рублей для начала приготовим маринад добавляю сюда много много чеснока у меня тут три с половиной таких больших зубчик а добавляю сюда также одну чайную ложку копченой красной сладкой паприки прям беру такую мне нравится эта приправа поэтому беру такую прям с горкой чайную ложку без горки приправы хмели сунели половинку чайной ложки молотого кориандра и на кончике чайной ложки черного молотого перца добавляю одну столовую ложку растительного масла без запаха уксус у меня уксус винный трехпроцентный поэтому тоже вот одну столовую ложку можно заменить лимонным соком и 50 миллилитров где-то соевого соуса солить свои шейки я не буду все хорошо перемешиваю прикрываю все пленкой и отправляю в холодильник мариноваться часа на три пока шеи маринуются я нарезаю и обжариваю репчатый лук репчатого лука для этого рецепта беру очень много чтобы шейки в процессе приготовления не усохли не засохли а были такие мягкие вкус вкусные сочные лук нам это даст такую возможность как бы у нас шеи будут тушиться в большом количестве лука обжаривать буду в небольшом количестве масла лука для этого рецепта должно быть очень много я его обжариваю как бы так притушивая не слишком зажаривая а именно вот чтобы из лука испарилась лишняя влага и он стал такого карамельного цвета обжарила лук вот до такого карамельного цвета слишком зажаривать его не нужно и отставляю в сторону в сковородку уже без лука отправляю немного растительного масла нагреваю и уже сюда отправляю обжариваться шейки обжариваю на таком среднем огне чуть выше среднего постоянно помешивая в общем их нужно обжарить чтобы немножко схватились шейки чуть-чуть обжарились как бы так запечатались лишнюю влагу я отсюда не испаряю как бы вот такой соус я оставляю перекладываю сюда на шее теперь наш обжаренный лук вот так распределяю закрываю все крышкой и буду тушить где-то примерно минут 30-40 обязательно время от времени помешивайте смотрите чтоб шейки не подгорали а чтоб именно как бы так тушились вот в этом луке так распределяем сверху сейчас на небольшой огонь и закрываю сразу за крышкой прошло 40 минут посмотрите до какого состояния я протушила шеи подливка вот это стала такая луковая очень вкусная время от времени мешало чтобы они не пригорали и сейчас я прям сюда добавляю 2 столовые ложки сметаны в принципе добавляйте по вкусу может вы любите вот этой сметанной подливки побольше у меня даже какие-то шейки так поджарились вот тут еще минут двадцать тушу в сметане буквально пару столовых ложек достаточно все перемешиваю крышкой уже можно не накрывать и тушу уже без крышки посмотрите какая у хранилась тут луковая подливка это очень вкусно и сами шейки получаются сочные мясо из них хорошо отходит и не сухие пробуйте готовьте эту настоящую вкуснятину поверьте мне делиться не захочется ни с кем кому понравится подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик не пропускайте простые доступные бюджетные рецепты вместе со мной всем огромное спасибо до свидания и пока пока